снова всем привет на канале олег нестров брест сегодня днем у нас не получилось ничего снять потому что много было дел мы бегали и вечером я решил снять сейчас мы все равно едем на сервис и заодно сниму передачку по основным косякам которые могут встретиться вас при работе с аквапринтом по названиях анекдоты сегодня не будет потому что не та немножко обстановочка поэтому просто смотрим видео но сегодня мы как бы сделали такой небольшой тест передачи сегодня у нас ночная заехали время 10 часов вечера что я хотел рассказать именно о косяках на самом деле косяков не очень много то есть и мы даже уже поняли некоторые косяки из-за чего могут быть как бы у нас такого у меня не получилось то есть как и не хотел да то есть и но часто всего встречаются косяки это как небольшие протиры а это именно дырочки на то есть картинки когда картинка у вас получается вот с такими пропусками видно там такие пропуски как видите вот здесь все хорошо да а вот здесь у нас пропуски из-за чего получились эти пропуски то есть как вы все видели когда мы красили леопарда даем это и горбал детальку вон она кстати да там как бы таких вещей нету но как все помнят мы после того как нанесли сам материал то бишь саму пленку на деталь мы ее поставили в сторонку и подождали когда она кристаллизуется когда картинка хорошо схватится после этого начали отмывать эту же детальку мы начали вот здесь отмывать практически сразу и заметили что вот эти штучки у нас начали появляться после чего мы оставили ненадолго деталь и вторую часть мы уже не отмывали и и она окрепла после чего мы тоже замыли где-то ну через десять минут после как вот это нанесли начали отмывать да и уже когда мы замыли то есть здесь у нас все хорошо было то есть этому материалу нужно не торопиться нужно немного дать чтобы он полежал на полежал и закристаллизовался то есть картинка хорошо схватилась с самой деталью но это не значит то что картинка плохо прилипает картинка прилипает очень хорошо и отодрать ее составляет большую проблему если же уже у вас получились вот такие вот точечки как это можно исправить на данном рисунке это уже никак не исправишь то есть малой кровью да если допустим у вас какой-то большой рисунок и появилась какая-то трещинка на черном да или еще на каком-то цвете цвет который вы можете допустим подобрать фломастером маркером закрашивайте вот это черное место маркером тупо и перед лаком да и потом лачите маркер видно не будет под лаком это сразу отвечаю на вопрос либо еще вариант если у вас какая-то картинка да пленка дорогая пленки больше нету то посидеть помощица есть вариант перед тем как вы наносите лаком аэрографом достаточно взять даже недорогой аэрограф и аэрографом закрашивать все вот эти места после чего уже лачить то есть такие варианты встречаются очень часто непрокрасно вернее когда вы отдираете да и это не от от того что вы не обезжирили то есть а именно вот из-за того что урана отмываете второй косяк мы все-таки говорим больше о гараж нам до применение данного материала данной интересной такой покраски мы говорим о гаражном способе и поэтому мы как бы и делали в ведре и вот вы допустим делаете две детали почему здесь нужна проточного давания потому что у вас остаются после вот как вы нанесли у вас остается вот этот вот сольвент да и он плавать наверху так как он жирный он легче воды он остается наверху и когда вы вторую деталь кладете на воду вы ее ложите кладете кому как нравится не на воду а на сольвент то есть и у вас не получается уже нужного вам эффекта такая картинка будет сморщиваться и все остальное то есть на это тоже надо обратить внимание в ванне же идет циркуляция в ванне стоит фильтра и вся вот эта вот шляпа она засасывается и чистится то есть но тоже надо менять конечно ванну еще потом мы решили показать все таки ванну но здесь система то не хитрая в смысле сама ванна да и вот как бы место для фильтров идет здесь есть как и импортные фильтры они очень плотные ну и можно синтепоновые здесь тоже уложить получается что она гоняет воду через фильтра здесь поступает вода там отсасывается короче круговорот получается здесь вот рамки у нас стоят рамки регулируются то есть на какую хочешь ширину на какую хочешь то есть вот этот размер рабочую площадь можно сделать любую для чего это нужно то есть допустим если у вас там диск или что-то да на большой ванне пленка будет сильно расплываться вот это делается для того чтобы вот как везде показывают что люди обклеивают там скотчем об этом в прошлом уроке показывал что этого не обязательно делать для того чтобы у вас не расплывалась на воде сама картинка да то есть вы укладываете и ограничиваете сколько вам надо то есть дальше она уже не расползется картинка и какие здесь плюсы все таки это не точная картинка ей можно немножко играть ее можно оставить как в оригинальном размере так и немножко увеличить но конечно до определенных размеров это не до такого там но чуть-чуть картинку можно увеличить картинка никогда не получится вас одинаковый плюс к тому что когда вы накладываете у вас тоже картинка может растянуться может вы можете поиграть картинкой да и когда у вас уже то есть опыт появляется вы видите как у вас ложится сама пленка на деталь то есть вы это должны видеть допустим с боков как у вас да если вы просто положите у вас могут наложиться борта то есть вы должны накатывать пленку на боках чтобы у вас везде все прилипло то есть и когда у вас есть опыт вы уже видите как это надо сделать то есть вот такая вот нехитрая система но я думаю в гараже кому то это делать не особо будет выгодно так как все таки это и дороговато и занимает много места вот еще раз покажу двигатель здесь и фильтра стоят тоже распространенный такой косяк это точки фотографии сейчас покажу это точечки и получаются скорее всего по многим причинам но чаще всего это причина что у вас слишком много сальвента уже в воде это не только в ведре касается это может быть и в ванне потому что когда вы долго работаете воду не чистите не вода она идет как бы не проточная да хотя можно сделать и проточную воду но и то есть гоняется по трубу фильтруется на фильтра уже не справляются и сальвент поступает в рабочую форму сальвент должен сверху накладываться материала а не быть снизу от этого и получается такие трещинки ну бывает вот такие не форме кружков а бывает просто трещинки такие как пустыня лопнула ну в основном это все из-за этого то есть и конечно вот трещинки еще я думаю бывают из-за того когда вы резко засовываете деталь резко накладываете на нее картинку то есть и просто разрываете рисунок такое тоже может быть то есть нежное не торопясь наносим рисунок и даем кристаллизоваться вот основное понятие ничего тут такого сложного нету как бы эти косяки бывают у всех но сама по себе процедура очень проста думаю я думаю в детстве все клеили наклейки если помните переводки такие там накружки то же самое практически просто рисунок идет не на пленке он идет жидкий то есть просто достаточно аккуратно его нанести без расторопности каких-то да и соблюдая хотя бы простые нормы это чистая вода перед каждой работой если вы это делаете в гараже перед каждой работой вы должны сменить воду и немаловажный момент когда вы будете отмывать вот эти сопли да не надо их отмывать в том же ведре где вы наносили у вас там сольвент пока она вас кристаллизуется вылейте воду с ведра помойте под проточной водой не бойтесь смыть рисунок если у вас деталь 10-15 минут полежала она хорошо отмоется не надо ее сильно отдирать дайте просто сглаживаем и эти сопли убираем то есть и все будет красиво а еще такой вопрос был где же все таки достать эту пленку если вы серьезно решили заняться все таки этим делом да и вы ищете где же все таки найти материал не факт что вам не подгонят китайскую пленку она ничем практически на вид не отличается это вы только увидите при при работе да тем более не зная оригинала вы тем более не поймете что это китайская пленка поэтому если вы все таки хотите заказать хорошую вещь на вашем месте я бы заказывал бы именно у производителя который про у человека который продает саму вот эту технологию да то есть они продают ванне это может быть человека который делает этот аквапринт с ним сконнектиться и то есть через него заказывать эту пленку да я думаю если вы в разных городах просто многие думаю да конкуренция там я думаю свой в разных городах то конкуренции речи быть не может и скорее всего есть какие-то группы где люди общаются на эту тему да почему вот как бы мы посмотрели да на форумах пишут много но по форме не научишься вот вчерашем видео которое мы снимали то есть вполне доступно мы объяснили и то есть рассказали по этой теме все наглядно я вот сколько смотрел я ничего не понимал по тем видео что предоставлено на ютубе то есть здесь как бы мы объяснили температура воды тоже как я и сказал а температура воды вот там и немножко поправилась потому что в том видео не совсем правильно сказал то есть температура воды оптимальная 25-30 градусов да если температура чуть холодней пленка у вас будет ей надо дольше полежать на воде если и после этого обрабатывать сольвентом если температура у вас уже ближе к 30 то есть пленка уже быстрее будет расправляться быстрее это все дело работать и надо успеть нанести сольвент то есть но и деталь погружаем то есть тоже видели у вас уже должна цвет воды сравняться сам что еще я хотел сказать поэтому по пленке ответил меня спрашивали да где взять ну основные косяки как бы показал время уже позднее пора домой еще раз хочу сказать что эта тема бесконечно косяки могут быть разные и как бы и у разных людей как бы разные косяки то есть материалы себя ведут по-разному но основные то есть основной костяк косяков мы и постарались сегодня рассказать ну а самое интересное приятное кто досмотрел это видео до конца то что готовится проект немножко мы ли позвонила женщина женщина моя подписчица и она узнала что я вот приезжаю включу я приезжаю в рязань она созвонилась с нами и мы будем красить автомобиль так как у меня времени мало мы будем его делать втроем готовить на сервисе sky motors если кто живет в рязани обращайтесь мы с этими ребятами работаем вернее дружим давно с самим андреем андрея у нас тоже есть проект скоро наверно сделаю план на об этом пока секрет потом но вообще как бы вот до послезать рада вы решили сделать машину не много не мало а это будет bentley натуре не сучу это будет пентли будем красить перламутра ксиралик с эффектом линзы будет многослойный слой лака за два раза будет покрываться лаком за два дня то есть ну и этот проект мы будем основную массу делать за сутки то есть будем делать сутки готовить ее дать красить то есть грунтовать все дела все подготовим все покрасим то есть сутки примерно на это уйдет это не из-за того что нас торопит человек это из-за того что я лезу торопиться домой надо все это быстро сделать так что следите будет очень интересно постараемся это сделать в интересные формы снять да по крайней мере первая половина должна быть нормальной пока у нас рубить не будет совсем а вторая уже как получится так что у вас будет возможность посмотреть и этим видео я просто хочу подчеркнуть то что женщина кстати искала давно где покрасить машину да и она уже была и в москве как сами понимаете машина бентли это не жигули до девушки есть деньги и денег у нее просто вагон но дело не в деньгах дело в том что никто в москве не взялся за ее машину вот за такую прихоть чтобы и покрасили и не только в москве она еще же где-то там обращалась короче не покрасили машину кузов один стоит восемь с половиной миллионов кузов просто ну и короче боятся снимать резинки боятся снимать молдинги ручки мелочи боятся повредить потому что один молдинг стоит около там 15 тысяч рублей никто на себя таких ответственность не хочет брать что кто-то погнёт короче сделаем все решили и договорились вот уже в воскресенье мы начнем как бы разборку автомобиля подготовку сделаем да я думаю это будет интересно за этим проектом посмотреть а к чему я веду то что не надо бояться то что да если фирма не особо большая если гаражник не надо этого бояться потому что а почему что потому что человек у которого свой бизнес да такой пусть небольшой гаражник это или кто он всегда сделает лучше чем кто-то нанятый человек на какой-то большой станции по сути дела мастера люди все одни и те же единство что гаражник или человек у которого малый бизнес он будет делать это с большей ответственностью дабы не очернить свое имя на человек который нанят и который где-то на фирме работает где один готовит другой варит третий еще что-то там подготавливает пятый убирается да деньги пришли на машину и попилились на всех то есть и человек получает копейки с деталей а здесь человек уже зарабатывает конкретные деньги конкретных для себя то есть и человек как бы еще раз будет болеет за свое дело то бишь дело не в том машине мы уже договорились уже сегодня отдали заказ на краску потому что краска там какая-то тоже наворочена короче будем валить бентли следите за каналом подписывайтесь на канал будет очень интересно ну а не кто-то сегодня не будет потому что все таки время позднее неудобно сегодня рассказывать так что в следующий раз расскажу а на сегодня все всем добра и